Ухо делится на три части. Наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Среднее ухо – это заполненная воздухом полость, которая соединена с носом и горлом особым каналом – слуховой трубой. Обычно воздух, перемещаясь по этой трубе, уравнивает давление в среднем ухе с атмосферным давлением воздуха. Это особенно важно при больших перепадах давления, например, в полете или при погружении под воду с аквалангом. Когда самолет набирает высоту, давление воздуха в кабине постепенно падает. Давление в среднем ухе становится выше, давление окружающего воздуха, и барабанная перепонка слегка выпячивается наружу. Когда разница давления в кабине и в среднем ухе достигает приблизительно 15 мм ртутного столба, воздух по слуховым трубам начинает выходить из среднего уха, и заложенность в ушах исчезает. В норме при наборе высоты это происходит через каждые 500 тысяч футов. Когда самолет снижается, давление в кабине возрастает, и давление в среднем ухе оказывается ниже атмосферного, поэтому барабанная перепонка втягивается внутрь. Слуховые трубы открываются, и воздух устремляется в среднее ухо, выравнивая давление. Иногда во время снижения приходится выравнивать давление в среднем ухе самостоятельно с помощью специальных приемов, например, глотание, жевание жвачки или сморкание помогает открывать и встахиевые трубы, если перепад давления вызывает дискомфорт. Болезни, например, простуды и инфекции ухо, могут вызвать отек оболочек, окружающих слуховые трубы. Из-за этого выравнивать давление в среднем ухе становится труднее, и появляется боль. При таких болезнях следует избегать полетов или погружения под воду, так как можно серьезно повредить среднее ухо. Это особенно важно для детей, поскольку они более предрасположены к инфекции и не умеют самостоятельно выравнивать давление в ухе. Субтитры создавал DimaTorzok